Посмотрите, как мы в предыдущем случае сумели это решить. Мы отдельно выделили те, которые центрально-симетричны, и отдельно выделили те, что не центрально-симетричны. Интересно, есть здесь способ это так же сделать? n18-n12-2n1 Смотрите, n18- это все. Правильно? Теперь, надо из них вычесть те, что имеют вертикальную ось симметрии. Их точно надо вычесть? Точно надо вычесть. Отлично. Вычли n9. Хорошо. Надо вычесть те, у которых есть горизонтальную ось симметрии. Надо? Да. Надо. Значит, надо обязательно вычесть n12-й. Но вообще-то центр в симметрии это тоже не здорово. Поэтому центр в симметрии их было... n9. Тоже надо вычесть. А вот какая же неприятность? Неприятность заключается в том, что бывают некоторые картинки, которые мы вычли. Важно. А, да. Это когда мы одновременно и n12-й и n9-й, это вообще вертикально и горизонтально? Да. Вот представьте себе, что какая-то картинка является одновременно и картинкой с вертикальной осью, и картинкой с горизонтальной. Как вы считаете, бывают такие картинки или нет? Да. Бывают. Бывают. И что, не, надо думать. Давайте так подумать. Вот есть все. Все согласны, что есть все. Их n18-й степени. Да? Есть те, которые выдерживают s относительно горизонтально. Есть те, которые выдерживают s относительно вертикально. А что подсерединка? Вот так. Серединка. Что такое серединка? Картинка, которая выдерживает и вертикаль, и горизонталь. Это что такое на самом деле? Цитая свечения. То есть, если ты выдерживаешь и такую, и такую, то есть центральную симметрию тоже выдерживаешь. Но вообще-то бывают те, которые выдерживают центральную симметрию, но при этом не выдерживают какой-нибудь из них. Вот эти вот, они выдерживают центральную симметрию. Давайте за это обозначим. И еще есть те, которые только выдерживают центральную семью. Ух ты, как интересно. Значит, я сейчас должен сделать следующее. Я вычел только что вот это число, я вычел вот это, и я вычел вот это. На самом деле, вот эта область сколько раз была выброшена? Два. Почему два? Три раза. А надо было ее выбрасывать. Сколько? Один. Один. Поэтому я еще должен добавить два раза, я должен еще добавить два раза, те, которые выдерживают и ту, и ту симметрию. Давайте посмотрим, что это такое. Если ты выдерживаешь симметрию такую, и выдерживаешь симметрию такую, то на самом деле, вот если мы знаем вот какую вот область, то мы уже все знаем, правда? Н в шестой. Н в шестой. Н в шестой. Замечательно. Значит, надо добавить два Н в шестой. И, ребята, вот это все надо делить на очки. Это первое слагаемое. Так, ну вот, к сожалению, это еще не все. Это будет начало работы. Что нужно сделать для того, чтобы мы продвинуться дальше? Это был ответ, мы его еще не доказали. А вот это мы уже выписали, первое слагаемое. Это картинки, которые не имеют ксиметрию. Отлично. Теперь я перехожу к картинкам, у которых есть ксиметрия. Ну, господа, во-первых, давайте все-таки я напишу. Картинки, у которых есть и горизонтальная, и вертикальная, и центральная ксиметрия, мы только что посчитали, сколько таких штук. Сколько их штук? Три. Я на шестой. А, я на шестой. Признаете? Вот у этих никаких симметрий нет, а у этих, наоборот, симметрии есть. Все. А вот дальше будет два слагаемых, и их надо выписать. Это те, которые... Стоп. Почему два? Нет, три слагаемые будут. Те, у которых есть только горизонтальная. Те, у которых есть что? Только вертикальная. И те, у кого есть только центральная. Только вертикальная. Только вертикальная. Это что такое? Почему 12? Если только вертикальная, только вертикально это девятый и минус это минус отлично хорошо с этим я справился теперь только горизонтально что это 12 опять минус н в шестой так только центрально нет на сцене н 9 минус н в шестой ребята если у меня сейчас уничтожится значит мы с вами нигде не забудусь если она у меня здесь еще уже 300 1 2 1 2 1 2 отлично это 6 минус н в девятый минус н в девятый это будет минус 1 2 это здесь 1 2 это уже ноль и здесь 1 2 это 1 2 а здесь одна вторая все с н в девятый все хорошо теперь с 12 проверяем здесь одна четвертая здесь минус зуберна а здесь плюс 1 1 1 1 1 суд вперед��서 банкове первых я астас всех Pues bravo во вторых вы видите отличие способа питания вот происходит gambling способ у него школьника отличается тем, что у нас вывод была вот такая, а там мы ответ написали сразу вот здесь.